Хочешь узнать, как быстро построить свой стартап с нуля и легко поднять денег на инвестиции? Китая это навес золота Тогда это видео не для тебя Тут я расскажу о своем сложном и тернистом пути, на котором я набивал свои собственные шишки Я просто хочу поделиться этой информацией с другими людьми, которые только начинают или хотят начать свой путь в мире стартапов Лучше учиться на чужих ошибках, чем делать свои Казалось бы, я это и так знал, но почему-то везде таскаю свои собственные грабли В общем, я без понятия, поможет ли вам вообще моя история или нет Но для экспертного мнения пригласил одного из самых известных русскоязычных венчурных инвесторов из США Комментировать мои ошибки будет Игорь Шайфот Инвестор из TMT Investments и AngelsDeck А также основатель очень интересного проекта Стартап Котики О пользе которого я расскажу позднее Ну что, успешный успех, погнали! Как легко и быстро создать преуспевающую компанию? Личное своего опыта нужно всего лишь Лично ощутить проблему в индустрии, в которой ты ни черта не понимаешь Быть достаточно безголовым, чтобы поверить в решение проблем своими силами Создать с нуля сервис и структуру Работать над контентом Работать с партнерами Работать с клиентами Продавать Выстраивать маркетинг Работать над управлением и улучшением сервиса Терпеть нападки конкурентов, терпеть нападки скептиков Жить без денег Начать зарабатывать копейки Отдавать все силы Жертвовать личной жизнью и временем Постоянно испытывать стресс Дорого платить за ошибки Потратить 5 лет жизни на развитие бизнеса Решить, что этого мало И надо масштабироваться Начать изучать мир стартапов и инвестиций Залезть в то, в чем ты не разбираешься снова Потратить тысячи часов на создание презентаций Потратить тысячи часов на полезные и бесполезные советы Много учиться новому Терпить много критики и неудачных презентаций Биться головой о стену Желательно, тоже несколько лет, пока не сломается стена Попраться и на несколько лет повторить Получить первые инвестиции Понять, что это только начало и вернуться к своей стене Охренеть в 2021 году Переверить, восстать, поднять новых инвестиций Все это время создавать полезное Вот так, быстро и легко Все поняли? Усвоили? Ну все, теперь вперед к успеху Пока-пока Да сейчас Теперь давайте с подробностями По всей той массе ошибок, которые я совершал Когда делать нужно было все совсем иначе Это будет не короткое видео Хотя и я постарался быть очень лаконичным Но я надеюсь, что все же Те, кто досмотрит это до конца Что-нибудь да усвоит Я не планировал стартап С самого начала, с 2013 года Я делал бизнес на улучшении сервиса Необходимого тогда на рынке международного образования в Новой Зеландии То есть мы помогали людям разобраться в массе разрозненной информации Об учебе и миграции, ну и других вещах А затем получить визы При этом мы брали деньги не с клиентов, что было особенно важно А с образовательных учреждений Чем помогали людям экономить и получить то, что им действительно нужно В том числе визы Рискованная модель с бесплатным сервисом Но благодаря этому подходу мы тогда практически удваивались в показателях каждый год И это был бы неплохой показатель для стартапа Но мне не было до этого дела А зря, ведь уже тогда я мог бы вывести динамику на еще более высокий уровень Да и в будущем мне это сказалось Когда в первые годы был отличный рост А потом мы просто захватили большую часть нашего сегмента рынка И по цифрам казалось, что рост развития замедлился Как нужно начинать планировать стратегию заранее Даже если она сто раз поменяется в процессе Это сильно поможет вам в правильном позиционировании себя инвестором в будущем Комментируют три эксперта Первый Наполеон Бонапарт По этому поводу говорил следующего Только дурак начинает битву, не имея плана Но в то же время все планы заканчиваются после первого залпа пушек Второй эксперт, которого мы привлекли в данном случае Называется Майк Тайсон Майк Тайсон сказал еще короче У всех есть план, пока ему по гребаной морде не дадут И третий эксперт у нас Игорь Шайфот Который говорит, что абсолютно все резонно И абсолютно нормально И так все оно и начинается Ты всегда задним числом думаешь Что у тебя был какой-то план Что ты что-то как-то там классно планировал Но в реальности человек не приспособлен эволюцией, воспитанием и развитием Действительно по-настоящему планировать Поэтому я согласен с Наполеоном И с тем, что сказал ты, что пытаться нужно иметь план Но я согласен и с Наполеоном, и с Тайсоном Что эти планы рушатся Поэтому абсолютно нормально и абсолютно правильно Планы пытаться строить Но очень важно осознавать, что они будут рушиться После первого залпа и первого удара по морде Вот, поэтому единственное тут средство Это просто периодически себе напоминать Что давай все-таки пытаться планировать Но давай знать, что планы разрушатся Не планировал чужих инвестиций Моя ошибка заключалась в том, что я всячески отрицал в своей голове Присутствие чужого капитала в компании Боялся потерять свободу Не был уверен, что вообще хочу заниматься масштабированием Мне казалось, что мой небольшой и путиковый бизнес Будет для меня достаточен Я постепенно реинвестировал то, что мы зарабатывали Таким образом, за годы работы Мы вложили больше миллиона новозеландских долларов В своих же средств Как нужно планировать масштабирование разными способами Учтите, что пока вы сомневаетесь Кто-то уже занимается реализацией вашей идеи Опережая вас В некоторых случаях вы действительно можете обойтись своими средствами Но порой ускорение, полученное за счет инвесторских денег Стоит того, чтобы заняться и покорить новые вершины в вашем бизнесе именно таким образом Полностью с тобой согласен Нужно пытаться так же, как и с планированием Нужно пытаться иметь в виду, что мы с вами в таком очень контактном спорте В котором компании, имеющие инвестиции и вовремя их поднимающие Имеют огромнейшее преимущество перед теми, у кого их нет Потому что они позволяют себе экспериментировать с новыми бизнес-моделями Позволяют себе нанимать ключевых людей Тратить больше на маркетинг Заботиться это очень-очень важно О том, что называется топ-лайн То есть топовые продажи, а не батом-лайн То есть сколько ты заработаешь Как человек, который очень много раз совершал ту же самую ошибку То есть нет, вот давай исходя из собственных средств буду расти Мы всегда забываем, что мы не пиццерии строим А мы строим стартапы Что для стартапа самое главное это рост Это скорость роста, это кривая роста и так далее И без инвестиционных денег это очень сложно Поэтому их надо поднимать и надо не забывать о такой вещи Которую я постоянно всем повторяю Ты не можешь взять, сразу же перепрыгнуть И там не выиграв, не знаю, чемпионат района Приехать на Олимпийские игры и сказать, хочу участвовать То есть ты должен идти стадией за стадией Поэтому ты абсолютно прав С планированием нужно сначала обращаться к так называемым Трипл Ф, да, Friends, Family and Fools Нужно дальше идти к ангелам Нужно дальше идти к суперангелам К акселераторам, к ранним инвесторам К более поздним инвесторам Это все делается в стадиях Это все не так уж сложно делать И кусочек рекламы, в общем-то мы несколько эпизодов Стартап котиков сняли как раз проект Но я с тобой полностью согласен Нужно планировать и нужно планировать инвестиции Думал, что получится быстро Еще в 2017 году мы начали работать над нашей собственной CRM-системой Которой тогда очень не хватало в индустрии В планах было продавать ее в будущем другим агентствам В сфере международного обучения, как СААС В том же году мы решили закрыть еще один важный вопрос сервиса Помочь в ответе на самый главный вопрос клиента Как же выбрать вуз среди множества Для этого начали разработку нашего собственного маркетплейса Старик МП Тогда я наивно полагал, что собственными средствами Без особой спешки за 1-2 года мы все запустим Ох, как я ошибался Как нужно адекватно оценивать время Особенно если вы хотите обойтись пока без привлечения больших средств Если бы я пересмотрел тогда этот и предыдущие пункты То с инвестициями мы бы уже были лидерами рынка на данный момент вообще в мире Я даже не знаю, что надо у тебя сказать Все так делают, а я так делаю Ты всегда, когда что-то планируешь, всегда очень сильно ошибаешься Всегда какие-то вещи переоцениваешь Какие ты оцениваешь неправильно, ты всегда неподготовлен, ты всегда движешься по не той кривой, которую ты прям избрал А по той кривой, которая является результатом сочетания каких-то совершенно вне твоей воли сил, которые тобой движут Поэтому я даже не знаю, что сказать Ну, наверное, 99,99% бизнесов, они движутся так Все мои бизнесы двигались так Думал, что инвестиции будет привлечь легко Только в 2019 году, когда мы медленно пилили наши технологические решения и улучшали сервис Я решился выходить с нашей презентацией к инвесторам Новая информация мне обычно дается просто и я быстро понимаю Ну и тут был уверен, что после изучения пары найденных инструкций во всем разобрался И дальше будет просто и понятно Как нужно много готовиться У вас реально должны уйти тысячи часов на подготовку к работе с инвесторами Нужно разобраться, чем отличаются инвесторы между собой Кому какой нужен подход и презентация Как устроено дальнейшее взаимодействие, ну и так далее Нужно очень сильно прокачаться заранее, чтобы быть эффективным в этом вопросе Вот в этом моменте я рекомендую вам ознакомиться с сайтом и YouTube каналом Стартап Котики Это огромная кладезь информации, которую вам нужно не полениться и проштудировать от и до Как устроен мир стартапов, что хотят от вас инвесторы, как делать презентации и пичи В общем, все, что вам понадобится Мое видео это не инструкция, потому как я не считаю себя достаточным экспертом в этой индустрии А вот в Котиках как раз таки собрались опытные, крутые и, самое главное, открытые для помощи другим люди Они даже создали университет для стартапов и инвесторов, где появляются курсы для тех и для других Это моя бесплатная и искренняя реклама для бесплатного же по большей части проекта Рекомендую от души, так сказать Ссылки в описании Ты абсолютно прав Тут, ну, может быть, я не стал бы прямо сильно преувеличивать, что это прямо не целый университет Но ты абсолютно прав, чем больше ты готовишься, тем больше у тебя шансов Я думаю, здесь та же самая система Это очень-очень сложная штука инвестиций Много лет нужно разбираться для того, чтобы по-настоящему разобраться Но совсем не значит, что нужно потратить много лет, прежде чем поднять инвестиции Совсем нет, ты прав, существуют стартап-котики, в том числе и твоими усилиями, кстати Существует довольно много отснятого материала, где вы можете просто посидеть буквально на кухне с инвесторами Виси кухня 50-й выпуск грядет Где вы просто видите, как вот инвесторы не перед камерой, а друг с другом общаются Как реагируют на что, что их обижает, что их злит, чем они недовольны, что для них бальзам на душу и так далее Но на самом деле я могу сформулировать очень четко Инвестор, чем он более опытный, тем он больше понимает, что money talks, bullshit walks Деньги говорят, а треп гуляет Ты должен показывать цифры, ты должен цифрами выводить Цифры должны быть не взяты из воздуха, а конкретные цифры должны быть в динамике И вот это самый-самый главный секрет То, чего ждет, чем более опытный инвестор, тем больше Опытный инвестор ждет ребят, которые уже прошли пустыню смерти, так называемую Которые уже знают хорошо, чего они хотят Какая у них бизнес-модель, откуда они приобретают клиентов Как они зарабатывают, каким образом они растут И которые все эти цифры знают, отлетают они у них от зубов и показывают в динамике Вот идеальная компания для инвесторов Которая действует на достаточно большом рынке В котором инвестор верит в то, что будет велика вероятность M&A И инвестор заработает денег Потому что от того, что у компании дела хороши Инвестору не горячо, не холодно Инвестор зарабатывает, когда компания продается Пренебрегал нетворкингом Ввиду загруженности 24 на 7 Разговоры и новые люди меня отталкивали чуть больше, чем очень Мне крайне не хотелось идти и сначала заниматься болтовнью ни о чем Знакомиться с кем-то, потом выуживать из этого крупицы толка Ну, так я думал И это большая ошибка Я потерял много времени именно из-за того, что не занимался нетворкингом в полной мере и заранее Как нужно? Заводить знакомство Как ни крути, именно круг ваших знакомств будет формировать успех вашего стартапа Это могут быть опытные люди с полезными идеями Могут быть будущие коллеги по работе или партнеры Могут быть контакты, которые приведут вас к инвестициям А могут быть непосредственно сами инвесторы Именно контакты, рекомендации и репутация делают большие дела в большом мире Кстати, для этого дела тоже снова упомяну стартап котиков Мне посчастливилось быть там одним из волонтеров И я получаю удовольствие от того, что могу помогать кому-то Но в ответ это приносит и знания, и знакомства И даже если этого, я совершенно не спрашиваю Абсолютно с тобой полностью согласен Нетворкинг решает вообще все Вот просто вообще все Любому инвестору, чем он активнее, чем он известнее Пишет толпа народу И если у тебя с этим человеком контакты, рабочие, хорошие, добрые отношения Ты, конечно, ему ответишь Если это просто никто и ты не знаешь откуда Ну, как бы, если это для тебя идеально, ты ответишь Если нет, во всех остальных случаях оно тебе не нужно А бог с ними, с инвесторами Мне, безусловно, нужны контакты и с ребятами Которые занимаются тем же самым То есть строить стартапы Потому что, во-первых, это группа поддержки Во-вторых, есть целая куча разных вопросов Которые ты можешь им задать На которые они могут ответить Вещи, по которым вы можете найти общий язык Либо тебе могут сказать, что это неправильно Это не подходит Занимайся этим вот так Эта бизнес-модель слабая Такой способ приобретения клиентов не очень хороший Пренебрегал информацией В какой-то момент начало казаться Что все вокруг говорят либо одно и то же Либо полную ерунду Стало неинтересно смотреть и читать материалы По теме мира инвестиций и стартапов Было ощущение, что это все не дает какой-то конкретной пользы Как нужно фильтровать и вникать Чтобы понимать, как думают инвесторы и что им надо Чтобы понимать, как твой сервис, продукт, презентация и пич могут стать лучше Да, порой это много Но вы смело можете относить этот пункт к вашему образованию Слушайте умных людей Находите проверенные акселераторы Которые помогут вам грамотно подготовиться Уже собранной заранее для вас информацией И выстрелить ваш проект в нужном направлении Отправлял холодные письма В какой-то момент я начал заниматься рассылкой Считая, что на поролом прокатит Находя списки инвесторов Я рассылал им свою типовую презентацию И сопровождал типовым текстом Быть может, это и работает у кого-то, но не работает у нас Причем от слова совсем Как нужно искать теплые интро У вас должен быть общий контакт с теми инвесторами, к которым вы обращаетесь Вам нужно, чтобы вас представили В противном случае ваши шансы быть рассмотренными или услышанными близки к нулю Стартапов больше, чем инвесторов А плохих стартапов особенно много И они замусорили весь эфир Так что вам нужно выделяться уже на подходе Тоже с тобой согласен, но может быть за тем исключением Что warm interests Они немножко как бы переоценены То есть если человек исследовал Кто и что, во что я инвестирую Что мной движет Как со мной надо общаться Что для меня важно Какой сегмент Какая стадия Какая география и так далее Написал мне четко и понятное письмо Я с удовольствием отвечу Если же мой лучший друг и партнер мне сказал Поговори, пожалуйста, с этим человеком И это просто совершенно мне не подходящее Но я просто вежливо ему отвечу Потому что это мой лучший друг сказал Но я скажу, чувак, это мне совершенно не подходит Тебе надо туда-то и туда-то Поэтому в принципе можно колд И мейлы, и они работают И я, и мои коллеги много инвестировали Совершенно незнакомых нам людей Совершенно без всяких warm interest И немало раз, а много даже раз Но это должно быть результатом четкой работы Ты не можешь просто Ну можно в принципе, конечно, всех заспамить И там какое-то небольшое количество людей Тебе ответят Но в общем это сложный путь Так что да, это можно и нужно делать Я сразу же опережаю Скажу, что мы в стартап-котиках Строим целую систему Которая позволит совершенно бесплатно это делать Писал всем подряд Инвесторы тоже люди Удивительно, может быть даже спорно Но факт И они предпочитают вкладываться в то, в чем разбираются Или хотя бы поняли суть и поверили Я же считал, что у нас так все просто и понятно Что любое разберется Нет, это не так И сфера образования это особенная тема Как нужно делать четкий отбор Находить инвесторов, которые поймут, что вы делаете Которые уже вкладывались в вашу индустрию Которые разделяют ваши принципы и идеи Не тратьте свое и чужое время на тех Кому вы не подойдете изначально по профилю Абсолютно все верно Совершенно верно Инвестор раскладывается на несколько очень простых полочек Какая стадия Для меня есть какие-то стадии слишком ранние Есть какие-то слишком поздние Второе Какой фокус в индустриях Для меня есть индустрии типа hardware Куда я просто даже не смотрю Индустрии, которые просто мега важны Software as a service Или marketplace, например А какая география Кто-то У меня есть знакомые Которые только инвестируют в Латинскую Америку Ну неважно Какой ты там гений Где-нибудь в Европе Ну просто они только в Латинскую Америку Вот Или я, например Ну не инвестирую я в Африку Ну Я ничего плохого против Африки не имею Просто не инвестирую Поэтому бессмысленно И так далее Вот то есть стадия География Сегмент Ну и наверное еще пара таких вещей Как скорость роста Там Размер чека И так далее Но это все довольно легко найти Уповал на напор Я работал в продажах слишком долго И это, видимо, сыграло не в мою сторону Я считал, что настойчивая массовость И моя личная удача принесут результат Моя стратегия была Навалиться и зажать Мед Мед купите? Как нужно Создавать ажиотаж вокруг проекта Станьте грамотным стратегом Расскажите про вас миру Сделайте так, чтобы ваш продукт Был популярен и о нем заговорили К примеру, в специализированной прессе Это не сложно И медиа нужен контент И вы можете его создать Представив свою уникальность Если о вас услышали заранее И вы востребованы То ваш питч совершенно иначе выглядит в глазах инвестора Долго доделывал продукт Я долго побеждал свой перфекционизм Казалось бы, что плохого в том, чтобы делать дела хорошо Вся соль снова во времени Практически никогда вы не можете довести до идеального какой-то инструмент перед его запуском Вы тратите ценное время Как нужно? Запускать как можно быстрее Тестировать, улучшать постоянно с живым откликом Будьте открыты и честны со своими клиентами Адекватные люди всегда поймут и примут Если вы искренне говорите, что пока работаете над улучшением того или иного аспекта Зато это станет вашим бесплатным тестом И улучшения пойдут гораздо быстрее Если вы выпустили продукт и нет в нем ничего, за что бы вам было стыдно Вы слишком поздно выпустили Велся на похвалу и расстраивался из-за критики Ой, какие вы молодцы, какой у вас классный продукт Позвольте вам сказать прямо, грубо, по-стариковски Вы великий человек, государь Это слышать безумно приятно, но кроме поглаживания вашего эго Реальной пользы это несет мало Критика может быть гораздо полезнее, даже если она больно бьет В обратную сторону Демотивировали и злили некоторые отклики Особенно если они шли не от инвесторов, а, ну, так скажем, сторонних людей Зачастую вы будете получать прямо противоположные советы Касательно вашего бизнеса, презентации или питча Одним мало цифр, другим много Одним покороче, другим слишком сжато Это неизбежно будет бесить А лопата понимаешь? Маловато будет Как нужно? Дзен Ни в коем случае не рассчитывайте, что если вас после питча похвалили за интересный проект и пообещали подумать То обязательно вернуться с лопатой денег Не расстраивайтесь из-за критики Это всего лишь часть вашей работы Неизбежный процесс, через который вам нужно будет пройти Просто примите это Уважайте собеседников и критику Фильтруйте то, что вам нужно И оставляйте самое ценное На пользу себе и вашему делу Ну, очень большая тема на самом деле Про это вообще можно снимать телоразвернутый эпизод Есть и похвала, и критика полезная и бесполезная То есть это такое вот 4 квадрата Похвала бесполезная Это когда это исходит от людей, которые для тебя ни рыба, ни мясо Это когда это такой Ой, класс, все зашибись, молодец Вот, непонятно Похвала полезная Когда какие вы молодцы, что вы выдержали Там вот то-то, то-то сделали, прошли Какие вы молодцы, что вам удалось то-то и то-то Любой психологический такой реинфорсмент Он человеку, это доказано психологическими опытами Помогает Поэтому, в принципе, похвала не бесполезна Особенно, если это ты слышишь от людей, которых ты уважаешь От близких даже людей Там, не знаю, от мамы, от сестры, от брата От лучшего друга Это очень здорово Вот А теперь по поводу критики Бесполезная и полезная Критика, ты придурок, ты идиот, ты занимаешься фигней Абсолютно бесполезная Вообще, постарайтесь от себя Просто от этого нет Этого человека для вас нет Этой критики для вас нет Это идиоты Не тратите время на идиотов Критика, которая полезна, как правило, исходит от людей Которые вам хотят помочь Не от людей, которые хотят вас как-то унизить И на этом самим вырасти Ой, я какой умный А эти все идиоты А от людей, которые что-то говорят Ну, мне это не нравится, потому что То есть, например Мне нравится Мой фидбэк, да, например Мне нравится то, что делаешь Тема очень-очень интересная Но рынок маленький Я не очень уверен, что этот рынок может работать Я не уверен, что все инвесторы дадут такой же фидбэк Но с точки зрения моей Мне, чтобы заработать Это должно быть на больших рынках Где много M&A И возможность для IPO Выходи на эти рынки И там будем говорить Вот это классный критический фидбэк С моей точки зрения Потому что человек не просто сказал Фигня Мне не подходит Ты занимаешься ерундой А человек тебе сказал Мне кажется, что так-то и так-то К этому тоже надо относиться осторожно Потому что люди иногда даже и доброжелательные Дают тебе советы, которые тебе совершенно бесполезны Ну вот поэтому еще раз повторяю Есть четыре квадрата Похвала от людей, которые тебе никто Ни о чем Ой, классно Ой, вы молодцы Ну и что? Она ни о чем Похвала, которая конкретно что-то говорит Что конкретно Это здорово Либо похвала от близких, дорогих тебе людей Пусть от бабушки даже Она все равно очень важна И она все равно тебя как-то заряжает И дает тебе еще чуть-чуть энергии И точно так же критика от людей Которые желают вам зла Или которые просто говорят Все фигня Это все ерунда Ты занимаешься ерундой Бессмысленна А критика людей Которые что-то конструктивно предлагают Может быть и тоже бесполезна Но как минимум стоит подумать Чрезмерно доверял потенциальным инвесторам И не оговаривал условия заранее Аж несколько раз я наступал на грабли того Что инвесторы уже практически пожали руки Хоть и виртуально Уже сказали, что готовы выложиться И даже огласили какую-то примерную сумму И после этого я тратил месяцы на работу И общение с такими контактами В голове уже все сложилось И я успокаивался Так как средств должно было хватать на необходимый срок Но потом все шло по бороде Когда спустя месяцы общения Оказывалось, что инвесторы ожидают Совершенно не тех условий На которые вы готовы пойти Да и суммы хотят нести гораздо меньше Чем говорили изначально Как нужно все проговаривать в самом начале Чтобы не тратить время впустую Конечно, в идеале работать с профессиональными инвесторами Но к таким пробиться может быть непросто В любом случае правильный инвестор Не тратит ваше время Договаривается и инвестирует быстро Помогает вашей работе А не затормаживает ее процесс Ну, в целом, наверное, да Мне почти нечего добавить Единственное, что я скажу Что инвестор инвестору рознь Ангел инвестор Это как бы человек Который выписывает чек на свои деньги А партнер в публичной компании Это человек, за которым Не только как бы Другие все должны согласиться На эту инвестицию Но у компании есть свои определенные правила У компании есть определенные Как бы Процессы Бизнес-процессы Которым она должна следовать И поэтому зачастую Какие-то Кажущиеся Весьма тривиальными Для стартапера Моменты Они оказываются Очень нетривиальными Например, стартапер Как бы делал себе Стартап и делает А где находится IP Интеллектуал проперти Особенно не задумывается Да, и например Там создает какую-нибудь Кипрскую компанию Австралийскую компанию Деловерскую компанию Где именно находится IP Этому человеку Не важно Поскольку он как бы Полный владелец Но когда приходит инвестор Инвестору это важно И тут вдруг Стартапер говорит Ой, а у меня этого нет Ему говорят Но это надо делать И вдруг это занимает время Или стартапер Например Там все вроде бы нормально Ему говорят Окей, а где ваши Налоговые декларации За 2018 и 2019 Он говорит Ой, а я даже и не помню В смысле не помните А как бы мы не можем Без этого Как бы вы были где-то У вас там Тут вот миллион продаж Тут 2 миллиона долларов продаж У вас что-то должно быть То есть Вот эти ой Они случаются очень часто Поэтому наверное Очень полезный совет всем Ребят Перед тем Как вы общаетесь Особенно не с ангелами Инвесторами А с VC Тем более с большими Венчурными фондами Там не на 5-10 миллионов А с реально большими фондами Имейте ввиду Что у них есть правила Поэтому сделайте себе Одолжение Заранее создайте То что называется Data Room Посоветуйтесь Не обязательно даже с юристами А там с опытными Другими стартаперами И спросите Слушай А что вот в Data Room Должно быть Вам скажут Должно быть Все по IP Все по структуре компании Какой у вас CapTable И так далее Сделайте заранее И сделайте себе Огромное одолжение А так в целом Да я согласен Со всем Что ты сказал Думал Что кто-то сможет Помочь с поиском В момент усталости Мозг начинает Искать способы Как бы избавиться От стресса И надежда Его главное оружие Он генерирует Идею о том Что какой-то человек Или организация Волшебным образом Вам помогут Что однажды утром Вы проснетесь И вас спросят Куда отправить деньги Не ведитесь Мозг очень хитер Брат хитер и коварен Как нужно Если вы фаундер Делать все самому Но делегировать Очень маловероятно Что за вас найдут Инвестора Наемные сотрудники Финансовые консультанты Агенты Специальные компании Или кто-либо еще Вы И только вы Двигатель прогресса Вашей компании Управляйте И делегируйте Изучайте Как делать правильно Но надейтесь Только на себя Скромничал В личном бренде В свое время Я не хотел Открывать свой Ютуб канал Но меня убедили Коллеги Что так надо Я был не прав Они были правы Я и сейчас По-прежнему Борюсь с собой Когда презентую Что-либо Затрагивающее Меня лично Терпеть не могу Понты и пустышек Которые учат Других жить Не имея за спиной Ничего существенного А потому Особенно аккуратно Отношусь К раздаче советов Даже это самое Видео Это своего рода Преодоление себя Потому как я хочу Давать настоящую пользу Людям Чего бы мне это не стоило И чтобы мне не говорили Враги Как нужно Сделать так Чтобы люди о вас Знали Личный бренд Очень важен Более того Вы можете стать Даже лучше Если начнете Презентовать себя Публике Так как это заставляет Вас преодолевать Какие-то преграды И развиваться Именно этот способ Кстати Помог мне привлечь Часть инвестиций Слушай Я совсем согласен С тем Что ты говоришь С одним Может быть Ну я не знаю Даже не Не спорный момент А может быть С таким дополнением Потому что Ты человек Мы уже некоторое время Вместе Строим стартап котиков Ты во-первых Человек очень креативный Во-вторых Ты Как бы у тебя Такая очень интересная Своя харизма Ты очень такой Запоминающийся И ты умеешь С людьми общаться Умеешь людей К себе располагать Умеешь вызывать симпатию Ну и вообще Ты очень хорошо И правильно Строишь коммуникации Это Как ты понимаешь Дано далеко не всем людям Части из этого Можно научиться Части наверное нет Человек не виноват Что он там Некоторые люди Например Бубнят Не значит Что они плохие люди Ну вот они вот так Вот разговаривают Вот мы Строим компанию Это Какие-то вещи Каким-то можно научиться Кто-то к себе Больше располагает Части человек не виноват Но я видел Очень много людей В том числе Великолепных Основателей Которые выросли Просто вау Там из Ну вообще Из таких мальчишек И девчонок Которые там Мало что знали И мало что умели Выросли просто Ну в потрясающих монстров Вот Поэтому многим вещам Нужно учиться Какие-то вещи Даны человеку Ну вот как бы Не знаю От рождения От воспитания От школы От друзей И так далее У тебя очень много Я не знаю Чему ты Денис Я не знал тебя Там много лет назад Чему ты научился Чему нет Но абсолютно точно Согласен со всем Что ты сказал С одним может быть Таким замечанием Есть часть людей Которые просто не могут Там люди Которые боятся общаться Люди Которым не нравится общаться Люди Которые бубнят Иногда там Умные люди Ну вот так вот Они вот бубнят Вот мы отстроим Компанию Вот Вот И им либо нужно Искать себе Правильного партнера Либо партнеров Либо осознать Что ничего с собой Сделать нельзя Поэтому не пытайся Даже иди Каким-то другим путем Я уж не знаю каким Либо себе сказать Так чувак Ты должен научиться Перестать бубнить Ты должен научиться Четко смотреть в глаза И четко говорить вещи Которые говоришь И это все Всему этому Можно научиться Но роль CEO Она огромнейшая Она в стартапе Просто бесконечная Как вот В любой там Древней истории Там представить себе Империю Александра Македонского Без Александра И его отца Филиппа Ну просто невозможно Неважно там какие были генералы Должен быть лидер Который Лицо всего этого дела И на самом деле Инвесторы очень часто говорят Ты инвестируешь не в проект Ты инвестируешь не в бизнес Ты инвестируешь в CEO Ты инвестируешь в человека К которому ты веришь Веришь не то Что он тебя не обманет А веришь в то Что этот человек Способен вести за собой Способен строить этот продукт У этого человека есть vision Vision может оказаться неправильным Market fit может оказаться ужасным И так далее Неважно Этот человек Выдержит какие-то бури Может даже кораблекрушение Отряхнется Золотается Залижет раны И будет двигаться Поэтому роль CEO Она очень важна Ты в этом плане Не знаю Частично может тебе повезло Хорошие гены Хорошее воспитание Частично может ты работал над собой Но нужно работать над собой Абсолютно точно Я просто единственное дополнение Такое длинное очень говорю Извини Единственное дополнение Которое сделать Не опускайте руки Если вы бубните Не опускайте руки Если у вас там недостаток харизмы Если вы боитесь людей Если вы не любите общаться Либо найдите себе партнера Который будет это брать на себя Но партнера Не какого-то сотрудника Там с тремя процентами Компании Вот А именно партнера Либо скажите себе Чувак Ты бубнишь Тебе нужно заставить тебя Перестать бубнить Научиться смотреть людям в глаза Научиться четко говорить Предложения Без большого количества Слов-паразитов И так далее Что ж Ошибок вышло так много Что может создаться впечатление Будто я специально Все делаю неправильно Если честно Порой так и кажется А все результаты Приходят как бы вопреки Но теперь Когда я уже видимо Навсегда отпугнул от себя Большую часть Потенциальных новых инвесторов Для справедливости Хочу перечислить то Что я делал Делаю И продолжаю делать правильно По крайней мере Я так считаю на данный момент Предельная честность И прозрачность Это касается всех Клиентов Коллег Партнеров Друзей Многие из этих категорий людей Кстати Совмещают в себя Сразу несколько пунктов Клиенты становятся Друзьями и партнерами Друзья становятся Коллегами Ну и так далее Но именно такой подход Уже много раз Выручал меня В сложных ситуациях Да и на длинной дистанции Показал что Это того стоит И вы не представляете Как хорошо спится Когда ты просто открыт Делать свое дело С полной самоотдачей Кстати Если не хочется делать То это тоже важно Реализовывать С полной самоотдачей Гулять так гулять Тусить так тусить Пахать так пахать Никаких на полшишечки Не тратить время На троллей и критиков Бомбить порой Че уж там Больше всего в жизни Меня бесят три вещи Это несправедливость Тупость И лицемерие И критики Чаще всего собирают Комбы Из всех этих трех пунктов Но что бы вы ни делали Всегда будут те Кто вам Не поверит Кому будет время И дело До критики Вашей работы Более того Чем больше вы делаете И громче звучит Ваше дело Тем больше будет Вокруг вас Пустой болтовни Не обращать внимания Это отдельный навык Ему нужно Учиться Ценить команду Это самое главное Что есть у вас В бизнесе Мне очень тяжело Далось До сих пор Честно говоря Не просто Дается сохранить Всех Даже на время Жуткого кризиса 2020 года Но это так важно И так нужно Что является Приоритетом В который я верю И буду верить До последнего Я за этих людей Лягу костьми Я знаю Что мы творим Историю вместе Давать людям пользу Это мой личный фетиш Я много думал Об этом пункте В своей психике Осознавая Что это своего рода Психологический Рыжий таракан Если хотите В моей голове Но он мне Настолько симпатичен Что даже Несмотря на Приносимые им проблемы Я не хочу Выгонять Я хочу делать Что-то полезное Это то Чем я дышу В среде своей Профессиональной реализации Здоровье Сон Душевная гармония Тут кратко Спасибо семье Мне повезло Что благодаря им В своей жизни Я могу быть счастлив И спокойным внутри Даже когда Вокруг бушует буря Здоровое питание Достаточный сон Спорт В целом здоровье И свежий воздух Это все Неотъемлемые части Успеха бизнеса Без этого Не было бы Ровным счетом Ничего Через тернии Ошибки Ну и не без правильных Действий Наша компания Пережила кризис 2020 И даже немного Расширилась До 35 человек Разбросанных По всему миру Мы масштабировались Из относительно Небольшого Чисто новозеландского Бизнеса С миллионом Новозеландских долларов Ежегодных продаж В международный Технологический стартап Помогающий Тысячам людей Со всего мира С командой В Новой Зеландии Австралии Канаде Великобритании Ирландии России И Бразилии Со своими сайтами Маркетплейсом И CRM системой Мы привлекли Больше 600 тысяч Новозеландских долларов И с поддержкой Инвесторов Готовы выходить На новые страны Запускать Новые сервисы И реализовывать Вагон И маленькую тележку Своих безумных Но очень интересных Задумок Вот такая история Хотя я думаю Что даже Спустя 8 лет работы Нашего бизнеса Это только Начало чего-то нового И вы сможете Наблюдать за развитием Событий сами Если будете смотреть Мой канал регулярно Спасибо большое Что досмотрели Это видеооткровение До конца Я получил удовольствие Готовя этот материал И надеюсь Что это Как-то вам Да поможет Хотя это И не гарантированно Конечно У каждого Может быть Свой опыт Полезные ссылки Как всегда Привожу в описании И да пребудет С вами Сила Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok